Встать пораньше, одеться и выйти на велопрогулку – этот маленький подвиг и выходной субботний день совершили несколько сотен нефтекамцев. Среди них оказались как опытные спортсмены, так и любители, которые занимаются этим исключительно для себя. Большой заряд бодрости на целый день. Если утром прокатиться, да, вот целый день просто чувствуешь себя легко и свободно. В первую очередь это, конечно же, здоровье, это повышение иммунитета, это повышение организма к сопротивляемости, к болезням. Это одна из основ нашей семьи. Велосипедисты встретились возле кинотеатра «Октябрь». Здесь был назначен сбор и старт велопробега под общим лозунгом «Зеленая Башкирия», «Здоровая Башкирия». Его организаторами стали «Железный человек» Олег Гарифуллин и администрация Нефтекамска. В 9.30 велосипедисты выехали на маршрут. В общей колонии со всеми был и глава городской администрации Ратмир Мавлиев, а также вице-спикер Курултая Башкирии Рустам Ахмадзиноров. Всем им предстояло преодолеть около 6 километров под центральным улицам города, Ленина, Карла Маркса и проспекту Комсомольскому. Участники велопробега поприветствовали горожан, собравшихся около четвертой школы. В 10 утра сюда пришли волонтеры, сотрудники различных предприятий с одной благородной миссией – озеленение бульвара. По отчетной стороне проспекта Комсомольского в промежутке между улицей Строителей и Социалистической высадили 75 крупномерных рябин. Таким образом, Нефтекамск присоединился к республиканской акции «Зеленая Башкирия». Хочу сказать большое спасибо, потому что все деревья, которые мы сажаем, мы сажаем вместе с жителями за счет внебюджетных источников, за счет пожертвований. И вы видите, как меняется наш город. У нас впереди еще очень много планов, еще много очень других улиц и других деревьев мы планируем посадить. В том числе и еле продолжение Комсомольское, голубые. На этой улице Комсомольское, на той стороне планируем посадить. Деревья, груши, разные варианты мы обсуждаем, поэтому просто нужно двигаться смелее и город будет меняться. Деревья высаживали в пешеходной зоне, которую заранее подготовили, тротуар выровняли и уложили новым асфальтом. А лунки деревьев оградили бордюрным камнем. Миссию по посадке саженцев возложили на сотрудников городских предприятий, а также на почетных граждан Нефтекамска. Они на протяжении многих лет видели, как развивается город и смогли по достоинству оценить преобразование последних лет. Такой красоты, которой сегодня обладает наш город, нам она и шлиться не могла. Мы ходили в кинотеатр «Маяк», которого сегодня уже нету, такси. Если пройдет дождь, то только нужно было идти в резиновые сапога, потому что была глина такого асфальта. И сегодня, как молодежь бежит и топает каблучками своих туфлей по этому асфальту, этот звук доставляет просто радость в душе всем людям моего поколения. На каждом из молодых деревьев появилась своя уникальная табличка. На одной ее стороне обозначен один из партнеров акции, а на второй написано имя героя Советского Союза или России. В честь них посадка получила соответствующее название – «Аллея героев». Лариса Миронова, Никита Веприков, информационная программа «Время новостей».